здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами сорт масс мегафон это такой вот мегафонистый мегафон получился для того что стоял на окне я его немножко там подперла одной конструкцией и получилось что у нас розетка просто напеклинилась и нельзя это все показать красиво так что да и розеточку все но это вот эти цветы это не надо нам никакой розетки давайте будем смотреть на цветочки то что цветы просто шикарные просто обалденный такой вот колокообразная не выдержались колокольчиком когда только начинали распускаться где-то колокольчиком таким держится но потом распускаются эти звезды еще по краю вот лепестков есть kai зеленца идет вот здесь вот это вот не грязно и он не запачкалось это просто зеленца такая красиво вот это вот это все вот таком вот свете вот таком вот виде держится 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 и очень долго цветет все 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 вот это, это на пистолизной розетке. Сортом могу сказать, что довольно на все 100%, потому что размножается очень хорошо, достаточно быстро цветет, зацветает, цветоносы крепкие, несмотря на мои условия. Вот в плане цветоноса вообще никаких проблем нет. Цветет просто. Ну, вы сами видите этот размер этих цветов. И вот еще одна полу. Смерть цветка, вы видно, да, вам какой-то? Вот такой вот, такие вот немножко разлохмаченные звездочки, но не все. Вот он еще, вот когда, это еще только зацветает, он держится вот так. Красиво, классно, много-много цветов, красивый синий цвет с зеленцой. В общем, мегафон меня порадовал в этот раз. Я очень хочу вырастить красивую ровную розетку, чтобы это все красиво сверху стояло, держалось, потому что сорт с огромной перспективой. Всем любителям звезд махровых, не махровых, синих, таких вот, да, необычных, красивых формы, красивых пестролистников. Вообще, цвет обалденный, очень красивый. Звездочки просто шикарные, махровенькие, полумахровенькие. Такой вот, он весь такой вот, весь вот такой красавец, масс-мегафон. Красивые цветы, легко растет, быстро размножается. Сортом довольна, даже очень красивый, классный масс-мегафон. Спасибо за просмотр, удачного дня, красивых цветов, хорошего настроения, до свидания. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами Л.Е. Стефания Люкс. Это вот такая вот красота, веселящий взгляд. Такие классные анютки, вот у них такая немножко примятая верхушечка, одна распускается, вторая уже больше распустилась. Зеленца мы по краю, такая веселенькая. Еще вот такие морюшастые, вот такие у нас бородатые. Красивый сорт, я вообще люблю такие анютки. Лена, они получаются очень красивым сорт. Л.Е. Стефания Люкс. Конечно же, вот это вот чудо имеет крепкие цветоносцы, видно, да, как они держатся. Куча цветов огромная, куча цветов, бутонов. Еще распускаемся, распускаемся, у нас все впереди. Стефания Люкс, конечно, себя показала просто, просто шикарно. Очень понравился сорт, легко растет, легко развивается, имеет хорошую листву, красивую, такую темненькую, вот такая вот листва, все это украшает, такой веночек красивый, из таких вот розовых анюток, вот по краю, мы еще немножко темнее становим, с окрюшечком. А здесь еще зеленца, у нас еще и беленький глазочек, там в середине. Ну, можно смотреть и рассматривать, она очень интересная, очень такая вот, знаете, как со всякими такими вот нюансиками, можно так любоваться ею, потому что очень красивая такая вот, вроде и анюточка, но вот своего рода, вот такое вот чудо получилось. Классный сорт, нравится мне вообще. У меня еще есть Стефания просто, а это Стефания Люкс, они, конечно, отличаются, потому что Люкс это как бы улучшенная Стефания, но и та, и та хороша. Но здесь больше розового получилось. Классная, нравится все, сортом довольна. Это вот второе цветение, в первом цветении было, когда жарко, она практически вся была розовая, без зелененького. Ну, а сейчас осень у нас пришла, красота такая, и она выдала весь свой потенциал. Ну, я думаю, не весь, потому что еще будем распускаться, цвести. Сорт развожу, нравится, легок в уходе, просто растет, укореняется, дает деток без проблем вообще. Сорт легкий в уходе, и красивый, нарядный. Нравится, нравится, еще раз нравится. Класс! Пушистенький такой, хотя и простой, но вот эта рюшечка очень красиво украшает. Спасибо за просмотр, красивых цветов, хорошего настроения, до свидания! Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами Арктурус, или Арктурус, кто как говорит, но это вот один из самых красных сортов фиалок, которые я видела, которые у меня есть. Сейчас он у меня растел на окне, было очень ярко, и очень светло ему, и он практически весь бордовый такой стал. Но на самом деле, когда он зацветает на стеллаже, немножко с недостаточным освещением, он получился практически красным, можно сказать, алым. Чем отличается Арктурус от других фиалок такой же подобной раскраски? Тем же, что он очень хорошо растет. Всегда шапочное цветение. Это вот первое цветение молодой фиалочки, и сразу вот такой букетик, и сразу мы радуемся. Четкая карандашная кайма, которая не исчезает практически в любое время, года всегда вот эта карандашная каемочка присутствует и есть. Сорт красивый, сорт нарядный, легко размножается, легко растет. Понимаете, вот это именно один из тех благодарных сортов, которые действительно, будут радовать свою хозяйку практически всегда. Сортом я очень этим довольна, хотя я очень много видела подобных, немножко похожих, но равно с Арктурусом я дружу, буду дружить дальше, потому что сортом очень довольна. Сорт красивый, гладкие листья у него, немножко такая вот гофрированность присутствует по самим цветочкам. Красивый сорт, нравится, звезды должны быть махровые, полумахровые, но вот в этом цветении у меня практически все простые звездочки, но от этого он не хуже, намного лучше, как я люблю звездочки, конечно, это моя слабость. Красивый цвет, вот просто богатый, очень красивый, богатый цвет. Арктурус, классный, красивый сорт, я считаю его одними из самых лучших красноцветковых сортов фиалок. За просмотр, хорошего настроения, до новых встреч, до свидания. ТЗ Закат, часто сравнивают этот сорт с ЛЕ Рубин Могула, абсолютно разные цветы, абсолютно разное цветение, и просто мне нравится сам сорт тем, что как бы у него вот такая вот идет затемнение к центру, видно, да, по краю вроде бы как бы каемочка, но она незаметная, такая вот волнистость, красивая. Очень сразу, вот мне расцвел быстро, хорошо размножается, и нарядно смотрится вот на подоконнике, очень красивый. Конечно, сорт очень нравится, я люблю звезды, потому что такие сорта очень быстро зацветают, и не скороспелые, я бы их назвала, потому что они рано зацветающие сорта, быстренько формируются, и сразу выдают вот шапочку цветочков. Это первое цветение молодой розетки. Четыре цветоноса, и на каждом цветоносе по два цветочка. Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами Рес Эльдорадо. Это вот такая обалденная, красивенная, огромная звезда, которая имеет такие острые-острые лепестки, такие прям остроконечные, такая она вся острая. Конечно, сорт, помимо красивых и огромных цветов, еще имеет достаточно большую розетку, ну, по крайней мере, в моих условиях она выросла крупноватая, ярко-зеленые листья, ну, конечно, сам цветок очень красивый. Много цветоносов, много цветов, много цветоносов, да вот она начинает зацветать, это вот две звезды пока распустились, видно, вот сколько у нас еще бутонов, то есть, все Эльдорадо еще впереди, цветоносы, вот цветоносы, она вся в бутонах, вся зацветала на стеллаже, полностью сохранила яркость окраски, несмотря на освещение стеллажное, полностью сохранила вот эту всю свою красоту, еще при всем у нас недостаток, у меня освещение немного на стеллаже, цветоносы немножко вытянулись, но все равно они держатся и стоят, и держат вот такой вот огромный цветок, очень красивый сорт, очень красивые цветы, такие вообще классные, немножко, конечно, сорт похож на Кинграмсон, но по розетке, разные розетки, здесь розетка лучше, чем у Кинграмсона, ну, по моим впечатлениям, от выращивания этого сорта, и немножко не такой махровый цветок, потому что Кинграмсон, он полностью весь махровый, а это вот такая вот звезда, селекционер сорта репкина Светлана, не на Светланы характерная пистролистная сорта, последние годы она остановилась на пистролистниках, но, как ни удивительно, этот сорт все-таки получился не пистролистным, Эльдорадо, очень красивый, классный сорт, мне понравился, несмотря на его розетку, я думаю, что с возрастом розетка станет чуть-чуть компактнее, но размер цветка вы видите, какой он большой, огромный, цветок действительно очень большой, очень крупные, красивенные цветы, которые имеют розовый цвет, по нему идет такая ярко-малиновая краб такой, малиновая, я бы не сказала, что он бордовый, потому что в описании я смотрела, что бордовый, но он какой-то вот такой вот темно-малиновый цвет, и вот это все разбрызгано, обильно разбрызгано крапом, еще по краю белая кайма, и это все на яркой изумрудной розеточке, все красота, все замечательно, нравится сорт, буду выращивать дальше, наблюдать, потому что это первое цветение, уже взрослой розетки, в стартере она не цвела, она сразу пошла цвести, вот взросла, уже подросла, нарастила листву и только тогда начала цвести, но посмотрим, понаблюдаем, буду вам держать отчет дальше, как будем цвести, это первые цветы РС Льдорадо, на первом цветении, сорт там довольно красивый, повторился, показался, замечательно, очень все гармонично, ярко смотрится, молодец, сорт красивый, понравился, такой понравился, люблю звезды, люблю вот такой краб, так что как раз по моему вкусу и по моему двору подошла фиалочка, красивый сорт, нравится, РС Льдорадо, спасибо за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами Оптимара Майд Дарлин, кто заказывал вот такие синие глазки, кто заказывал вот такую красоту, конечно, вообще, сорт такой вот, ну такой, ну вы сами видите, какой он, вот много, 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 много всего, темная листва, хорошо растет, долго цветет, все при этом в сорте, и Оптимара это промышленная сорта, да, и, в принципе, Оптимары достаточно легко растут, достаточно легко развиваются, и это, и эта Оптимара, это не исключение, потому что, вот, цветочки небольшие, но у нас нас много, и мы держимся вот такой шапочкой, это непоказательное цветение этого сорта, это цветение сорта, который не был пересажен, который стоял на стеллаже, который перенес в пересушку, который, ну, можно сказать, так вот, обдирают листья, ставят укореняться, немножко удобряют, а я беру, расту, цвету и радую свою хозяйку, какая-то характеристика именно этого сорта, да, потому что я практически его использую, ну, как материнское растение, я с него снимаю листья, и мне нужны листья, и, а он все равно цветет и растет, понимаете, если дать ему полную силу, это просто будет обалденно, я так, я в этом уверена, в этом сорте, то, что он сделает огромную шапку таких цветов, это просто, просто, просто гарантия того, что так и будет, ну, конечно же, я постараюсь, я хочу постараться от этого сорта действительно добиться такого шапочного цветения, потому что уже листики мы наукореняли, немножко дадим отдохнуть, вот я вам показала, какой он красивый, сниму вот эти цветы, поубираю, пересажу, подкормлю, и надеюсь, что к весне не буду загадывать, но очень хочется получить от него просто огроменную шапку вот таких вот красивых цветов, потому что с учетом всех условий, которые у него были, он зацвел просто феноменально, я вам могу сказать, потому что да, ну так, ну что ж, такая работа у наших материнских растений, мы даем деток, нам нужны листочки, мы даем деток, сорт Optimara My Darling, очень красивый, яркий, нарядный, такой вот он, веселый сорт, который меня радует, и порадовал, я надеюсь, будет радовать дальше, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами чудеснейшая фиалочка, сорт Max Carnival Clone, очень красиво, очень ярко, цветочки, такие просто, ну как восковые, они вот, такое ощущение, что они не настоящие, таких не делают у нас в природе, долго цветет, очень долго держатся вот эти цветочки, это первое цветение молодой розетки, ну вот такой вот у меня цветочек с сюрпризом получился, ну а настоящая, настоящая расцветка этого сорта, это вот такая вот красота, очень красивый, нежный цвет, вот непонятно, непонятные характеристики, потому что этот цвет нельзя назвать ни розовым, ни оранжевым, ни красным, ни бордовым, вот как-то вот смесь вот этих всех цветов, очень необычный цвет, я таких еще не видела вот у себя в коллекции, это первое растение, которое зацвело именно с таким цветом, очень красивое, еще при этом у нас белая каюмушка такая вот, кайма красивая, и поэтому всему темно-фиолетовая фантазийность, а этот цветочек решил меня повеселить, и видно результат веселья у нас, нижний лепесток получился наполовину фиолетовым, так что мы можем еще и так, но одновременно и строгий, и веселый, и радостный, и такой серьезный, очень красивый сорт, очень красивые цветы, такие простые анютки, которые обладают необыкновенной расцветкой, и восхищаюсь, просто восхищаюсь, потому что много видела цветов, много видела расцветок фиалок, но этот цвет меня просто сразил, покорил, и этот сорт, карнивал клоун, остается в моей коллекции навсегда, не знаю, что там пишут на форумах, не читала, но видев этот цветок вживую, я поняла, что я с ним не расстанусь просто, ну никогда, все, этот сорт очень понравился, очень красивый, опять же, это первое цветение, и понятное дело, что у нас все еще впереди молодая розеточка, будем от него добиваться, от этого сорта шапочного, пышного цветения, хочу увидеть всю красоту, таких многообразий этих цветов, потому что очень красивый, просто цветок, шикарнейшая расцветка, я думаю, что вы и сами это все видите, какой вот он вот такой, совсем красивый, совсем классный, Макс Карнивал Клоун, спасибо за просмотр, хорошего настроения, удачного дня, до свидания! Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас, на своем канале, перед вами, вот такое вот чудо, очень красивый сорт, Ален Органза, ну какой-то такой он, интересный получился, как-то вот кажется, что да, ну белая, вот с такой вот каемкой, просто, но если присмотреться, к этому сорту, уже поближе, когда он уже у меня зацвел, то эта каемка у меня, не знаю, может у всех так, но у меня получилось, что она меняет краску, и вот в одном месте она сиреневая, а в другом более темная, фиолетовая, вот здесь вот получается, если посмотреть, то есть вот зеленца какая-то присутствует, и какое-то вот такое вот, все это чудо, и все это вот так вот вместе, я так на это все смотрю, и это количество цветов, и размер цветов, да, вот какие цветы, крупные, большие, их много, и эти звездочки, и это вот, она цветет, уже цветет, цветет, сейчас покажу вам, вот еще цветочки у нас идут, и там еще бутончики, а это первые цветы были, я их не убирала специально, чтобы вы посмотрели, да, чтобы вам показать, сколько цветов, да, расцветает, вот еще вот один формируется, еще вот особенность такая, к центру, вот такая вот, да, сгущается, такой цвет красивый, так что, Ален Органзам, мне понравилось, очень красивый сорт, конечно, листья такие плотные, достаточно тяжелые, скажем так, на вид, но зеленые такие, красивые, классно, все такое красивое, все замечательно, такая розетка, достаточно крупноватая, но сверху вот эта куча, просто таких красивенных, обалденных цветов, просто шикарно, меняющаяся кайма, вот эти всякие сюрпризы, с зеленцой, пожалуйста, мы можем, и чуть-чуть темнее, и чуть-чуть светлее, интересно знать, как она летом зацветет, потому что, по тому, какой глазок, мне кажется, что она все-таки сможет заплыть, но, конечно, сорт вообще классный, мне понравился, нравится, будем выращивать дальше, Ален Органзам, красивый сорт, Органзам, спасибо за просмотр, удачного дня, красивых цветов, хорошего настроения, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами, Пау-Бау, классный сорт, красный, 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 классный, 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 вот такая вот, огромная, бородатая, такая, видно, она такая, анютка, такая щекатая, большие щечки, такие вот, нижние лепесточки, очень крупные, классно вообще, такие как бабочки, толпа этих, анюточек, по всей розетке, немножко такая она, взлохмощенная, знаете, у меня получилось, ну, я думаю, конечно, из-за того, что я ее потрепала, пока сюда донесла, немножко я ее переставляла, туда-сюда крутила, фотографировала, и, конечно же, так, цветоносы, растрепались, но она красивая, бархатистая, бордово-красная, щайетка, вот такой у нас портрет, их у нас много, это все на пистолистной розетке, очень красивая, пистолистная розеточка, формируется очень хорошо, идут пасынки, я не удаляю, хочу попробовать отделить, вот такие вот, толпа вот таких анюточек, пау-воу, это старый, древний сорт, еще очень древний, очень старый, очень красивый и яркий, хорошо смотрится, просто даже не хорошо, а отлично смотрится, среди других, потому что красивая пистолистность, красивые цветы, вообще такой вот цвет просто, 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 просто бордовый, вот это вот вообще, такая темная-темная получилась, переливается, но я думаю, это сложно передать на камеру, потому что для фотоаппаратов, и для камер, для всех, красные оттенки, это самое сложное, что есть на свете, поэтому, вот эти вот все бордовые, и немножко сиреневые, вот эти цветы, фиолетовые, да, они практически нереально передать, их действительно натуральный, красивый цвет, очень красивые, вот они утки такие, конечно, она нарядная, сверху над такой красивой пистолистной розеткой, вот такой классный, красивый букетик, из таких вот бордовых, очень красивых анюток, цветоносы держатся, не могу сказать, что они ложатся, они действительно держатся, их много, много цветочков, много бутончиков, очень много цветоносов, и цветочков, и бутонов, еще будем зацветать, я красивая, 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 по обоу, сорт очень нравится, хоть и ретро, хоть он и уже давно выращивается в коллекциях, но все равно в моих руках, мне он приглянулся, понравился, очень интересный, очень хороший, легок в уходе, хорошо растет, красиво сформировала розетку, просто на удивление, очень красиво, сорт понравился, довольна, будем выращивать дальше, спасибо вам за просмотр, хорошего дня, красивых цветов, до свидания! Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами сорт, малахитовая роза, как-то я совершенно случайно, обнаружила этот сорт у себя в коллекции, я ожидала, цветется совсем другая, а вдруг получилась малахитовая роза, сорт интересный, очень, потому что, я вам показывала хозяйку Медной горы, вот она даже рядышком сейчас стоит, сейчас я вам покажу вместе, во-первых, они разные, совершенно, а это вот малахитовая роза, она, вот, вот хозяйка Медной горы, видно, циток какой, тоже зеленый, но в середине у него, как бы, все-таки розовая, больше розовая, да, и цветок такой, более раскрытый, да, вот фактура совершенно разная, у него, как цветочек такой, немножко более нежный, а вот в малахитовой розе, вот в малахитовой розе, цветы просто такие, как восковые, они очень плотные, и по своей структуре, очень плотные, такие воск, воск, воском, еще вот у меня, вот она, получилась, вот один цветок, но это первое цветение, как бы, это не показатель, да, первого цветения, но все равно, вот она получилась, в первом цветении, получилась, прям, какая-то коричневая, очень темная, такая, просто, классно, то есть, в сравнении двух сортов, вот малахитовая роза, и листья, вот разные, здесь более закрученные листья, у малахитовой горы, они вот такие, да, листья, более такие, прямые, и цветочки, более распрямленные, немножко более воздушные, и такие, не сильно плотные лепестки, а у орхидеи, вот они, просто воск, такие, тугие, тугие, очень тугие, тугие лепесточки, классная такая она, совсем, не знаю, как мы будем вести себя дальше, как себя покажет, вот дальше, как будет цвести, но сейчас, сейчас это вот такая вот, уже толпа цветочков, растение очень молодое, и уже куча бутонов, даже страшно представить, что будет дальше, потому что я смотрела фотографии в интернете, конечно, там результат обещает быть, просто, ожеломляющим, но надеюсь, что мы зацветем, такой огромной шапкой, в следующий раз, первое цветение, сейчас буду обрывать, потому что слишком много, хочу пересадить, хочу, чтобы больше листвы нарастила, но розетка компактная, розетка очень аккуратная, сорт классный, интересный, для любителей зеленушек таких, вот, для любителей вот такой вот, необычности расцветки, потому что цвет у нее действительно такой, просто коричневатый, такая какая-то розово-коричневая такая, интересная фиалочка, это у нас малахитовая роза Елены Лебецкой, красивый сорт, мне понравился, будем растить, наблюдать за ним дальше, спасибо за просмотр, огня, красивых цветов, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok